Чёрных человечков. Так окрестили в интернете группы частных наёмников, которые за деньги едут усмирять восставшие регионы. Новая партия боевиков уже приняли присягу, они известно войдёт в состав батальона спецназа «Азов». Они называют себя патриотами, но какой страны? Ведь воюют по сути против граждан своего же государства. Вадим Хуланков выяснял, кто спонсирует чёрных человечков. Очередная порция карателей отправляется на восток Украины. Торжественно пообещав умереть за дело Майдана, этот отряд вольётся в ряды батальона «Азов» частной армии, уничтожающей в Харьковской, Донецкой и Луганской областях два мирных жителей. На Харьковщине начали пропадать сепаратистские активисты. И они будут пропадать. Скоро они пропадут вообще. На каждого зелёного человечка найдётся целое подразделение чёрных человечков. С пафосом обозвав себя чёрными человечками, каратели отправились убивать всех, кто окажется у них на пути. Их жертвы всегда мирные люди. Ведь в боестолкновении с подготовленными и вооружёнными ополченцами частные батальоны не вмешиваются. Сказанное однажды в лесах под Харьковом было подхвачено, и движение бывших зэков и футбольных ультрас стало шириться. Каждый обувь западной Украины считает своим долгом собрать собственную банду в чёрной униформе и отправить её убивать жителей Востока. Будьте уверены, пока там ещё мало наших товарищей, но теперь мы едем к вам, и вы будете отвечать за каждого раненого и убитого волонянина. Ждите в гости. Правда, уже на середине пути боевой пыл несколько остывает. Осеять страх и панику даже среди мирных жителей у карателей получается не всегда. А судя по этим кадрам, страшно только им самим. Обратите внимание, жители Краматорска стоят вместе с солдатами регулярной армии, подчиняющейся Киеву, а отважно десантировавшиеся бандиты в чёрной форме боятся приблизиться к ним даже на метр. Фашисты! 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 Регулярная украинская армия с каждым днём становится всё менее боеспособной. Солдаты-срочники, которых силы удерживают в расположении частей, как в том же Луганске, с радостью сдаются в плен или возвращаются к родителям, лишь бы не воевать. Именно поэтому частные батальоны нужны олигархам, как воздух. Теперь вот таких карательных отрядов отправляют, значит, на юго-восток, потому что не верят в собственную армию. Не потому что они плохие вояки, а потому что эти солдаты не хотят участвовать в братоубийственной войне. Как ни странно это звучит, но воевать ни одна из этих платных спецбригад тоже не хочет. Не для того они ехали на восток. Издеваться над простыми людьми они готовы, сжечь и устраивать погромы, как настоящий футбольный ультрас, они умеют. А еще здесь можно заниматься мародерством. За это их даже поощряют. В общем, ведут себя эти так называемые черные человечки, как обычные наемники. Грабят и убивают. За деньги или за трофеи. Они должны создавать некую зону вражды, которая должна привести мощнейшую, крупномасштабную гражданскую войну. Вот и задача раздражать стороны. Уничтожающие чужими руками юго-восток страны олигархи о жизни своих оловянных солдатиков ничуть не беспокоятся. Гораздо важнее подсчет возможных прибылей. А если ополченцы и разгромят очередную группу черных человечков, то ничего страшного. На Украине безработица. Очередная партия мародеров и убийц отправляется на восток.